Кто сказал, что радио – это прошлый век? Сегодня радиоспортом в мире занимаются миллионы людей. В нашей стране их более 20 тысяч. Это увлечение, на первый взгляд, кажется весьма нестандартным. Ведь многие думают, что в век современных мобильных гаджетов радиосвязь теряет свою актуальность. Но на деле это вовсе не так. Причем увлекаются радио люди разных возрастов и профессий. В Щелкове клуб радиолюбителей работает уже более 50 лет. Посещают его порядка 60 человек. Они посвящают сеансы радиосвязи разным историческим событиям, проводят соревнования по радиоспорту и другие весьма интересные мероприятия. Началось это благодаря одному замечательному человеку, о котором многие в городе до сих пор помнят, его знают. Это Федор Александрович Сергеевич, много лет отдавший преподавательской деятельности в Щелковском химтехникуме, испытавший не одно поколение ребят, девчат, которые сейчас занимаются электротехникой, радиосвязью. И его хобби, которым он всю жизнь занимался, это любительская радиосвязь. И поскольку он педагог, то он решил организовать в Щелково радиоклуб. Коллективная радиостанция начала работу под эгидой ДСААФ. На протяжении полувека клуб находился на базе разных учреждений Щелково. В 90-х это был центр «Романтик», с 2001 года молодежный клуб «Ровесник». А с недавних пор кружок радиолюбителей ведет свою работу на базе центра «Навигатор» на Пролетарском проспекте 14. Здесь проходят и занятия, а также экзамены для получения позывного, который принимает Союз радиолюбителей России. Сам же позывной выдается в радиочастотном центре, а уже зарегистрировать свою станцию можно после в Роскомнадзоре. Схема кажется весьма непростой, однако и увлечение радиоспортом – дело тонкое. Далеко не каждый решится освоить азбуку Морзе, например. Азбука Морзе – это один из видов радиосвязи. И самый-самый, как говорится, самый старый – это еще до телефонного разговора, чтобы можно было передать по радиосвязи. Я пришел к Федору Владимировичу Сергеевичу, основателю нашей радиостанции, в 1975 году. Я был школьником, я пришел к нему, и мы начали заниматься в сентябре, и к Новому году я уже знал азбуку Морзе. Ну, в советское время, конечно, это было более популярно, потому что, вы знаете, не было ни интернета, не было ни сотовых телефонов. Редко у кого был вообще дома телефон. И вот уже сколько лет, что я говорю, скоро на пенсию, а я все этим занимаюсь. Это сейчас можно купить радиостанцию в специализированном магазине. А раньше, как говорит руководитель радиокружка Николай Корнилов, приходилось все собирать вручную. Паяли, налаживали приборы, там были вот у нас всякие приборы, генераторы, оцеллографы. Все это вот сами делали, сами налаживали, сами работали в эфире. И сегодня на столе современного радиолюбителя находятся приборы и техника, которые стали неотъемлемой частью радиостанции. Само приемопередающее оборудование – транссивер, согласующее устройство и многое другое. Причем техника по-прежнему может быть самодельной. Однако и новые технологии входят в жизнь радиолюбителей. Современные компьютеры и программы они активно используют для удобства в работе. Современная, естественно, радиостанция не обходится без компьютера. Потому что компьютер – это первый помощник любого радиолюбителя, хотя он вовсе не обязан быть на столе. Но очень удобно им использовать, его использовать именно для того, чтобы фиксировать все радиосвязи, участвовать в спортивных соревнованиях по радиосвязи. Выходят на связь радиолюбители на специально отведенной частоте. В начале сеанса обязательно используют свои позывные. Стоит отметить, эти буквы подобраны не случайным образом. РК-3Д-ЮБ, радиокиловатт-тройка, Дмитрий-ЮБорис. Казалось бы, абра-кадабра, но позывной позволяет безошибочно определить субъект Российской Федерации, откуда ведется радиосвязь. Сейчас мы работаем на диапазоне 14 МГц, это кратковолновый диапазон. Да, Анатолий, добрый день, приветствую. РА6 Елена Центр, Роман, Костя, Три, Дмитрий и Грек Борис. 5,9 плюс 20 дБ, Дмитрий, подмосковный город Щелково, коллективная радиостанция. И хочу сказать интересную для вас, наверное, вещь, что сейчас нашу с вами радиосвязь снимают для информационного репортажа «Щелковское телевидение». Есть одна традиция у радиолюбителей – пересылка карточек, в которых фиксируются радиосвязи. И это документальное подтверждение факта проведения сеанса. Каждая тематически оформлена, на лицевой стороне, как правило, отражены исторические события или же символика страны, а кто-то и вовсе решается напечатать свое фото. В дизайне радиолюбители могут проявить фантазию. В коллекции «Щелковского клуба» таких карточек сотни. На связь выходили радиолюбители из разных точек земного шара и даже из космоса. Космонавт Александр Волков. Я же сказал, что он работает в радиоэфире активно. А вот подтверждение того, что действительно он работает. Франция, Германия, Россия и многие другие страны. Вот так людей разных национальностей, профессий и возрастов объединяет одно увлечение. И вне всяких сомнений, все они находятся на одной волне. Анна Бальет, Сергей Максимов, «Щелковское телевидение». Продолжение следует...